Мосгурсуд признал экс-полковника ГРО Владимира Квачкова и его сообщника Александра Киселева виновными в подготовке вооруженного мятежа. В эти минуты продолжается оглашение приговора. Судей предстоит назначить меру наказания подсудимым. У Мосгурсуда находится наш корреспондент Олег Глухих. Сейчас он вновь на прямой связи со студией. Олег, что еще известно к этой минуте? Здравствуйте, Екатерина. К этой минуте известно, что подсудимые признаны виновными в инкриминируемом им статьям, а именно с содействием террористической деятельности и подготовке вооруженного мятежа, а также вербовке лиц для его организации. Мера наказания судом еще не озвучена. Специально для этого оглашения приговора суд выделил просторный зал заседаний, пожалуй, самый большой в этом главном корпусе, но и он не сумел вместить всех желающих. Снаружи осталось несколько десятков человек, представителей военных, общественных организаций, а также некоторых православных общин. Как только двери зала заседаний закрылись, и судья стал зачитывать решения, эти оставшиеся снаружи люди стали бурно выражать свое недовольство тем, что не попали внутрь, но действительно там уже не было свободного места. На этот раз Мосгорсуд был вынужден прибегнуть к дополнительным мерам безопасности. Зал заседания, где идет оглашение, охраняет около двух десятков судебных приставов. Я не помню, чтобы такое здесь было раньше. Основного полковника ГРУ Владимира Квачкова и бывшего капитана МВД Александра Киселева обвинили в содействии терроризму, как я уже говорил, и организации военного мятежа. По данным следствия, которое предоставило аудиозаписи переговоров, Квачков действительно встречался с участниками так называемого народного ополчения и обсуждал с ними возможность организации восстания в городе Ковров Владимирской области, а также возможность захвата нескольких воинских частей, чтобы затем совершить танковый марш-бросок на Москву. Оба подсудимые до конца не признали этих обвинений. Единственное, в чем сознался Александр Киселев, это в еще одной инкриминируемой ему статье «Незаконное приобретение и хранение оружия». Во время процесса он рассказал, что нашел две сумки с боеприпасами, среди которых были патроны и автомат Калашникова АКМ. И он сожалеет, что не сдал эту находку вовремя правоохранительным органам. Адвокаты пытались доказать голословность всех этих обвинений. Когда прозвучало последнее слово Владимира Квачкова, тот говорил о том, что будущее в России за самодержавием, а Александр Киселев, в свою очередь, заявил, что его обвиняют по ложным показаниям свидетелей, которые из них выбили под давлением, и что он недоумевает, почему его судят в Москве, в то время как преступление он совершил в Санкт-Петербурге и там же был арестован. Адвокаты подсудимых также говорили ранее, давая интервью, сравнивали их подзащитных с персонажами фильма «Старики-разбойники», которые пытались разными необычными способами доказать свою профессиональную состоятельность. Напоминали адвокаты о том, что их подзащитные каждому по 60 с лишним лет, они уже пенсионного возраста, и срок, который просит для них прокурор, это 14 лет для Квачкова и 12 лет колонии строгого режима для Киселева. Этот срок все равно, что пожизненное заключение для людей такого престарелого возраста. Какое именно наказание изберет суд, мы узнаем в ближайшие часы. Олег, спасибо. На прямой связи из Мосгорсуда был наш корреспондент.